Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен по заказу интернет-магазина F-Magazine. Помимо увлечений спиннинговой ловлей, также я иногда ловлю на поплавочную удочку. Многие знают, что приходится сталкиваться с тем, что иногда мы обрываем снасть, соответственно, теряем поплавок, крючок, грузило и так далее. Соответственно, нужно возить всегда с собой запасные грузила, крючки и поплавки. Крючки, если грузила, грубо говоря, много места не занимают, и под них нужна небольшая коробочка, то вот с поплавками дело обстоит иначе. Соответственно, поплавки хрупкие, зачастую выполняются из бальзы, либо пластика, и при неаккуратной транспортировке можно их сломать. Существуют такие вот поплавочные тубусы для хранения и транспортировки поплавков. Сегодня и хочу вам рассказать немножко о нем. Тубус выглядит таким вот образом. Имеется вот такая вот крышка, в него надевается. Довольно плотно сидит. Внутри, как видите, находится у меня немножко поплавков. Некое количество. В чем, скажем так, плюс данного тубуса? Ну, соответственно, это безопасное хранение и транспортировка поплавков. Качество изготовления данного тубуса довольно достойное. Пластик нехрупкий. Но еще у него неоспоримое преимущество в том, что тубус, скажем так, условно говоря, раскладной. Дело в том, что поплавки бывают длинные, либо просто много поплавков порой приходится с собой возить. За счет этого тубус из, скажем так, стандартного своего размера можно увеличить путем, условно говоря, раскручивания. На корпусе имеется подобие резьбы пластиковой. И, соответственно, данный тубус мы можем удлинить. То есть, можем, в принципе, вполне сюда, грубо говоря, накидать поплавков, либо что-то еще такое длинное и габаритное, имеется в виду по длине. Тубус стоит очень недорого. На мой взгляд, для такого удобства и защиты поплавков жалеть средств на него, тем более он стоит недорого, не стоит. Обязательно нужно купить такую вот штуку, дабы все было компактно сложено у вас в вашей рыболовной сумке либо рюкзаке и, соответственно, находилось под некой защитой. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok